Андрей Иванов начал с того, что содержание и ремонт дорог – тема проблемная и вызывает большое количество жалоб в адрес властей. В прошлом году нареканий по уборке основных магистралей было много, поэтому уже сейчас необходимо предпринять все возможные меры, чтобы не допустить подобной ситуации, отметил глава. Вы должны обязаны заходить на мою страницу и в систему Добродил с этого, начинать свой рабочий день для того, чтобы четко понимать, где и какие проблемы семафорит, где они появляются изо дня в день и не решаются коммунальными службами. Возможно, какие-то сложные вещи необходимо будет обсуждать и в расширенном составе. Директор муниципального казенного учреждения Управления дорожного хозяйства и капитального строительства Сергей Батушенко стал основным докладчиком на совещании. Для распределения противоголедных материалов применяются у нас комбинированные дорожные машины, оборудованные соораспределителями. Также у нас применяются соораспределители, которые устанавливаются на трактора МТЗ, ну и малая коммунальная техника в ограниченном количестве применяется тоже. Значит, как правило, комбинированные дорожные машины применяются на проезжих частях, трактора тоже там применяются и применяются для распределения соли на пескостаряной смеси на тротуарах. Всего к зиме планируется заготовить более 6000 тонн противогололедных материалов, технической соли и песко-соляной смеси. Их распределение по дорожному полотну будет осуществлять 39 единиц специальной техники. Особое внимание в зимний период руководитель муниципалитета поручил уделить содержанию уличной дорожной сети города Одинцова. На сегодняшний день город заготовил 2700 тонн противогололедных материалов. Общая протяженность дорог поселения составляет более 107 километров. Их обслуживанием будут заниматься 74 работника и 59 единиц специальной техники. В уборке снега с проезжей части тротуаров этой зимой будут задействованы 63 единицы спецтехники. В том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, коммунальная техника и средства малой механизации. В работах по погрузке и вывозу снега будут использоваться еще 83 единицы техники, самосвалы, а также лаповые, фронтальные и малые погрузчики. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.